не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем практика бытия мы собрались здесь для того чтобы вместе войти в необычное состояние сознания одна из главных его характеристик вы перестаете ждать будущего чтобы ваша жизнь стал лучше чем она есть сейчас не ждете никаких событий обычное состояние сознания отсутствие в сейчас вы не здесь ваше сознание целиком не сейчас и поэтому полнота бытия ускользает вы ожидаете наступление полноты бытия в будущем в том чего на самом деле нет будущее всегда входит к нам в виде сейчас виде настоящего жить в состоянии ожидания настолько нормально что большинство людей даже не задаются вопросом как же так что происходит такое существование фрустрирует человек превращает жизнь в тяжкое время он ищет то что не может быть найдено он ищет полноту жизни надеется постичь сущность самого себя посредством достижения чего-то что должно произойти в будущем полнота бытия наступит день и я обрету ее говорит он существует кардинально иной подход нельзя попасть туда в будущее можно только быть здесь в настоящем почувствуйте силу настоящего как мощь бытия самим собой ваше существование есть проявление тотальности бытия физическое тело часть его но бытие глубже физические формы важная неотъемлемая часть бытия но физическое лишь временное выражение того кто вы есть и она не отделима от целого на нашем семинаре я буду периодически напоминать что ваше физическое энергетическое тело есть лишь проявленная часть вашего сознания при этом каждая клеточка тела пребывает в полноте бытия старайтесь слушать не только ушами слушайте так чтобы каждая клеточка тела чувствовала пробуждение жизненной энергии сама жизнь пребывает в каждой клетке в каждом органе сама жизнь обоснуйтесь в своем энергетическом поле если слушать только умом пытаясь понять о чем идет речь скоро станет скучно сколько возникнет быстро если с уровня ума не перейти глубже когда вы теряете связь с телом вы всплываете в ум и начинаете блуждать фантазиях мечтах о будущем о том что будете смотреть вечером по тв и что произойдет завтра минут через десять как бы просыпаетесь и снова восстанавливаете свою связь с настоящим это нормально когда я говорю или слушаю все тело особым образом включается в процесс сейчас важно именно слушание слов слова как таковые дело второстепенное они полезные указатели суть же учение передается посредством самого сознания которое я иногда называю тишина или состояние безмолвие сейчас в этом зале формируется особое энергетическое поле так проявляет себя новое сознание очень могущественное она не производит никакого шума она тихо и недвижимо суметь открыться и почувствовать энергетическое поле бытия на востоке его иногда называют тело будды вот зачем мы здесь он тут не нужен впрочем у все же потребуется но он на периферии на прошлой беседе ко мне подошла женщина она не говорила по-английски только по французски мой французский не настолько хорош чтобы изъясняться на нем но я уловил суть она сказала я не понимала слов которые вы произносили но я поняла вас поняла через сердце непосредством ума мое сердце поняла она была открыта энергетическому полю энергетическому полю настоящего последнее неуловимо для ума ибо он не может представить его себе нужно обостренная восприимчивость чтобы подключиться к энергетическому полю бытия скулка в этом состоянии невозможно скука от ума от разъединенности жизненность пойманной самим собой ум не получает достаточно пищи в виде стимулов он начинает скучать он нуждается в непрерывном поддержание своей деятельности что дальше во что еще я могу вцепиться что дальше что дальше умственная активность сопровождается непрерывным беспокойством масс-медиа подпитывает это беспокойство постоянно подбрасывая пищу для ума по большей части тревиальные сообщения непрерывная жвачка диктор безостановочно что-то говорит взволнованным голосом если вы не знаете языка страны и просто слушаете звуки впечатление что говорят о чем-то чрезвычайно важным но если вникаете в суть говоримого обнаруживайте нечто несущественное почти бессмысленно итак скулка признак отождествленности с умом в состоянии сознания в которое вы вошли сейчас скука невозможно глубокое подключение к бытию к жизненности заключенной в нем сопровождается радостью от осознания простого факта бытия очень тонкая но очень могущественное чувство радости которая не зависит ни от чего внешнего здесь скука невозможно внешнее поведение превращается выражение этой радости вы укореняетесь в настоящем вы больше не ищите полноты бытия как прежде поэтому становитесь удовлетворенными поиск полноты бытия в событиях которые должны произойти в будущем больше не нужен вы уже есть те кто вы есть на самом деле целиком и сейчас чтобы стать теми кто вы уже есть времени не нужно она как раз необходимо чтобы запутать вас потребовалось тысячи лет чтобы завести человека в современное состояние сознания состояние разорванной связи с бытие много времени чтобы развить в человеке эту дисфункцию и не требуется времени вовсе чтобы преодолеть ее это не забытие во времени и поэтому она не может произойти ни в каком будущем даже если вы вловили лишь проблеск восстановленной связи с бытием находясь здесь вы заметите что все проблемы вашей жизни отступили куда-то на периферии они больше не составляют вашего содержания кто вы есть на периферии вашего бытия легкое волнение а в центре полнота и жизненность ваше подлинное то кто вы есть никакие cnn sbc и прочие тв-медиа не примчаться делать репортажи что здесь в этой точке планеты явилось себя на свет новое состояние сознания внешне в общем то ничего не происходит чтобы делать из этого события окей давайте посмотрим что тут у вас сказали бы они если бы мы тряслись в конвульсиях и визжали сюжет вышел бы отменным но внешне здесь нет ничего для ума во что он мог бы вцепиться и сказать да тут что-то происходит все настолько неуловимо и при этом могущественно важной частью состоянии быть в сейчас является внимание к промежуткам когда я ничего не произношу удерживайте обостренное восприятие в паузах между слов сохраняяя внимание не ждите следующего слова следующей фразы пробужденное внимание оно и есть само сознание его фаза прежде чем она станет чем-то с точки зрения ума осознание выглядит как ничто и тем не менее она невероятно могущественно это ничто он говорит это ничто потому что не может схватить его не может его понять ум формируется под воздействием мира форм он рождается из обусловленности прошлом мысль тоже разновидность формы но мы идем глубже не прибегая никакой особой техники только используя силу момента настоящего что возникает в этом безмолвии в промежутках между слов чистое сознание ничем не обусловленное сознание стоит только прикоснуться к нему вы тут же переживаете красоту и полноту бытия дальше слова не нужны это состояние можно отыскивать самому и сидеть пребывая в полноте бытия в этом и заключается подлинная медитация для которой не нужна никакая особая техника это естественная медитация все техники медитации пытаются ввести вас в похожие состояния но они как правило не срабатывают потому что ориентированы на достижение во времени шаг 1 шаг 2 шаг 3 если вы полны решимости стать хорошим медитирующим и достичь результата иногда наступает момент когда метод как бы отступает на второй план и вы проваливаетесь в состоянии но такое случается редко а здесь не нужно никакого времени это ум нуждается во времени лишившись его он чувствует себя чрезвычайно дискомфортно он не может функционировать без времени удалите будущее и ум придет в панику самое ужасное что можно сказать человеку не имеющему связи с бытием это что его время кончилось что ему скоро придется умереть представьте доктор говорит один максимум два месяца почти ничто человек начинает глубоко страдать впадает в отчаяние или спонтанно входят в лишенное времени состоянии сознания нечто сходное с тем в которое мы пытаемся войти сейчас когда время утрачивает свое значение сохраняя его разве что для особо практических целей вы сидите слушайте и в процессе слушания осознаете энергетическое поле которые есть ваше слушание вы воспринимаете само бытие который делает ваше слушание возможно в процесс восприятия включено все тело даже мизинец на энергетическое тело всегда в настоящем вы слушаете очень восприимчиво удерживайте это состояние через какое-то время начнут происходить события позвольте им появляться шум возникает и стихает мой голос звучит слова рождаются и снова превращается в тишину что остается обширное энергетическое поле которое вы испытывали вначале оно глубже физических ощущений вот и это она пребывайте в нем итак с одной стороны слова с другой поле сознания пространство бытия в котором слова возникает так же как и все другое так случилось что сейчас говорю я если вам придется говорить и если вам удастся сохранить связь бытием то обнаружите что слова сами как бы исходят из обширного пространства бытия слова приходят и вы говорите они приходят не из обусловленного ума ум вовлечен лишь в незначительной степени он всего лишь придает выражению форму слов но само выражение проистекает из необусловленности ничем оно свежо ново созидательным вы тоже становитесь более созидательными чем прежде в состоянии подключенности все чтобы они делали это не вы делаете а целостное бытие действует посредством вас используя вашу форму вы становитесь связанными с чем-то обширным значительно более могущественным чем ваш маленький ум да ум не отделен от бытия но он лишь крошечный аспект бытия если он претендует что кроме него ничего нет это иллюзия ум подобен пламени свечи а целостность бытия подобно солнцу пламя свечи и солнце близкие родственники поскольку горение свечи и сродни горению солнца пламя свечи действительно частичка солнца также ум не отделен от бытия но он он как пламя свечи красивая но крохотная по сравнению с необъятным размером солнца который вот уже на протяжении миллионов и миллионов лет питает землю энергии непрерывный неистощимый источник но и солнце в свою очередь является лишь частью другого целого можно идти глубже древним культурам всегда было свойственно поклоняться солнцу как абсолютному божеству настоящее чудо лицезреть безграничный неиссякаемый источник энергии согревающие тело позволяющие произрастать пищи но и солнце является лишь выражением форме чего-то более глубинного и более могущественного жизнь энергия бытие форм вся бездна космоса все проявленные феномены включая наиболее грандиозные из них такие как галактики в которых миллионы и миллионы своих солнц тысяч раз превосходящих наш все это всего лишь выражение стоящего за всем бытия непостижимая обширность все множество форм возникает и разворачивается во времени и посредством времени но мы идем дальше все феномены возникают из обширности самого бытия который уже не форма вы не можете охватить его потому что вы сами и есть это самое бытие вы не можете до конца осмыслить его подобно тому как пламя свечи не может помнить солнце даже если она начнет усердно размышлять о нем но вы можете быть бытием потому что вы бытие есть так будьте им выражайте его посредством своей формы занятой добыванием денег производством товаров и услуг пытаясь занять достойное положение в жизни человек не задумывается о бытии однако те же самые обстоятельства но при условии подключенности человек бытию изменяются чрезвычайно потому что нечто более грандиозное чем вы начинает выражать себя через вас все к чему вы так упорно стремились чтобы наконец посредством этого обрести полноту бытия начинает происходить просто берет и происходит обретает форму подключенность к бытию в ходе беседы за эти часы пройденной здесь вы получили изрядную дозу подключенности если конечно хватило терпения если он не так уж часто вмешивался со своими вопросами что такое о чем это не говорят прежде чем идти дальше еще раз проверьте подключены ли вы к бытию некоторые из вас уже хорошо чувствует связь с энергетическим полем тела что и позволяет им удерживать нужное состояние те же кто не уверен для начала поместите внимание в какую-либо часть вашего тела начните воспринимать происходящее глядя оттуда например почувствуйте руки том же заметьте что он стал менее активным потому что вы отвлекли внимание от мыслей он перестал получать ваше сознание для воспроизводства прежнего количества мыслей теперь постарайтесь развить эту способность удерживать внимание на выбранной части тела попробуйте продолжайте чувствовать жизнь все начинается с такого простого действия он может возмутиться дескать это слишком просто ум любит все усложнять ему подавать целую технику но это и есть эффективная техника чувствование внутреннего тела является началом остановления связи с бытием продолжайте удерживать внимание на руках даже если вы не научитесь ничему большему уводите внимание от мышления воспринимайте энергетическое поле рук чувствуйте жизненную энергию сначала едва ловимое чувство постепенно разрастается становится интенсивнее как восхитительно ощущать энергию жизни в таком состоянии болезни проникнет в руки потому что они наполнены жизнью наполнены присутствием в настоящем каждая клеточка радуется как бы говоря как приятно я чувствую жизнь все клеточки тела танцуют от радости им нравится это чувство представьте что вы проделываете все то же самое с вашим телом целиком все клетки радуются ничто болезнетворное не может проникнуть когда тело находится в состоянии радости и наполненности жизненной силы нет нужной ждать что когда-нибудь это произойдет вы уже входите в это состояние подлинная революционная трансформация взаимодействовать с миром без накопленного умом багажа совершенно освободившись от мысли о своем я от обусловленности прошло он движетесь без бремени своего я пытающегося достичь полноты самореализации в будущем ищущего там ответы на свои вопросы и так никогда их не получаешь поведение освобождается от шаблонов день за днем вы действовали из обусловленности прошлом в надежде что в будущем настанет счастье но будущее оказывалось лишь продолжением прошлого потому что она все время воспроизводилась ваших действиях лучшее не наступен до тех пор пока вы в ловушке обусловленность удивительно так легко выбраться из нее но так мало людей знает об этом будто сговорились хранить молчание и не упоминать об освобождении так легко стать свободным от маленького ограниченного прошлом я каждый ограничен и каждый всего лишь маленькое я даже президент настанет день и он больше не будет президентом составится перестанет справляться с этой социальной функции утратит позицию в социуме кто я теперь просто стоит так легко выйти из бесконечных поисков полноты бытия и стремление к светлому будущему более высокому социальному положению не ждать больше что мир назовет вас и вип персоны может случиться что такое произойдет а через некоторое время люди передумают и объявят вас ничем научитесь такой простой вещи как удерживать свое внимание на руках и вот вы уже постепенно освобождаетесь из захвата в мог я выбрал руки потому что не сразу получается удерживать внимание на энергетическом поле всего тела начните с рук очень подходящее начало на первое время слушайте жизненную энергию рук и смотрите по сторонам на меня на людей вокруг вас установится ясность восприятия который всегда возникает сама собой когда обусловленность больше не определяет ваше поведение удивительно быть свободно это совсем не требует времени прямо сейчас вы стали свободными но состояние свобода еще не устойчиво волнение ума возвращается и тем не менее вход в состояние подключенности к бытию только в настоящем вы всегда можете выйти в свободу просто настроившись на состояние присутствия в настоящем удерживайте внимание на руках а если можете это на всем теле и просто смотрите вокруг слушать еще раз восприятие чувством слушание смотрение и вы в обширном энергетическом энергетическом пространстве бытия вашему телу это нравится она говорит о как хорошо вы подключились к безграничному пространству бытия возникает приятное ощущение далее рождается чувство что это не вы смотрите а нечто неизмеримо более глубокое чем вы смотрит вашими глазами само сознание ничего не обусловлено когда вы в настоящем обусловленность прошлом больше не действует вы пребываете в присутствии бога ибо он представляет собой не обусловленное сознание чистое бытие все миры рождаются отсюда все галактики все на свете неужели к этому можно прикоснуться начав с простого чувствования рук и смотрения вокруг себя да не нужно идти ни в какие монастыри не путешествовать 20 лет по востоку фанатично практикуя медитации не посещать какие-нибудь курсы чтобы в конце концов получить мало знающий сертификат войти в состояние подключенности к быть ее так просто практиковать можете где угодно и в любое время сядьте почувствуйте энергетическое поле своего тела либо если это еще трудно какую-либо часть своего тела направьте туда все ваше внимание удерживайте его там продолжайте чувствовать и при этом смотрите по сторонам слушайте и смотрите вы заметите как постепенно уходит желание оценивать происходящее вы больше не стремитесь убежать из него в деятельность ума начинайте тотально присутствовать в бытии в глубине восприятия вы чувствуете жизненность вот и есть секрет в глубине всего приходящего и уходящего вы чувствуете бескрайние энергетическое пространство несколько слов о сознательном выборе вроде я решил остановить состояние подключенности к бытию глубинные процессы происходит сами собой и вы ничего не можете с ними поделать с абсолютной точки зрения возможно это и верно но когда вы выбираете то эти процессы выходят для вас на поверхность уму кажется что вы действительно решили чтобы они стали происходить хотя конечно есть глубина дальше которой человек не может влиять на происходящее много раз из всех возможных действий вы будете выбирать выйти из захвата умом кажется это ваше маленькое я решает чтобы наступило состояние но вы не можете принудить его возникнуть оно существует само вы только позволяете ему проявиться с методической точки зрения полезно чтобы человек думал что это он решает быть в настоящем когда вы решаете вы замечаете что она начинает проявляться хотя в своей глубине бытистует оно само без вас с позиции я выглядит что это вы заставили возникнуть состояние подключенности и в этом не надо никого разубеждать я и сам часто говорю это ваш выбор гораздо полезнее думать я могу это сделать чем я ничего не могу с этим поделать останется только сидеть возле телевизора с банкой пива и ждать когда просветление снизойдет само с абсолютной точки зрения учителя правы что с человеком все только происходит но с методической точки зрения такая установка не продуктивна вы не отделены от целого и целое проявляет себя через вас если вы думаете что это вы делаете что-то то на деле это что-то просто происходит оно возникает почувствуйте руки или любую другую часть тела удерживайте внимание это жизненность все тело и живое почувствуйте ноги удерживайте там внимание с начала ощущение едва влывимы ноги почувствуйте их грудь живот постепенно восстанавливается контакт с целостным полем вашего тела почувствуйте и удерживайте его вы там когда чувствуете его в паузах между моими фразами скорей всего вы ощущаете его даже яснее когда я молчу возможно некоторые хотели бы чтобы я вообще заткнулся это знак того что установился контакт с энергетическим полем но те кто еще не наладил с ним связь не волнуйтесь я пока не собираюсь умолкать один из важных аспектов бытия безмолвие недвижимость жизненность тоже в своей глубине недвижима ибо в самом бытии ничего не происходит бытие остается состоянием чистого ничто с точки зрения обычного ума если что-то начинает происходить оно принимает форму и становится чем-то во времени формы возникает но само бытие ему нет нужды чтобы в нем что-либо происходил время и формы возникают из поля бытия и становится чем-то а затем снова возвращаются в бытие когда вы в связи с бытием нет нужды чтобы что-либо происходило в вашей жизни спустя какое-то время вы конечно приступаете к делам но постарайтесь уловить что все что с вами происходит чувства события ситуации происходит на поверхности бытия вы начинаете чувствовать я есть бытие продолжайте удерживать внимание на энергетическом поле вашего тела вы заметите что не ждете больше когда я произнесу следующую фразу потому что в этот момент вы и так переживаете восхитительную жизненность во всем что вокруг что я могу еще сказать чтобы усилить ваше состояние вы уже переживаете глубину бытия что можно еще добавить сопоставимое с этим но ваше существование виде отдельной формы продолжается даже тогда когда вы сидите в неподвижности и позволяете всему возникать всему проявляться пока вы живете вы действуете как часть целостного бытия недостаточно уметь входить в состояние подключенности сидя только в неподвижности очень ограниченный навык но начинать действительно лучше всего в максимально благоприятных условиях наподобие этого зала в котором установилась тишина за исключением пространства ума где периодически возникают завихрения некоторым легче входить в состояние посредством какой-либо деятельности например практика тайчи связывающего с вашим телом или опасные виды деятельности которые принудительным образом требует пребывания в настоящем иначе произойдет несчастный случай например если вы отвлечетесь на обдумывание предстоящей вечеринки когда взбираетесь по отвесной скале но и здесь ваш навык будет ограничен только одним видом деятельности зависите от него а большую часть жизни по-прежнему будете проводить в обусловленности прошлого состояние подключенности всегда характеризуется высшей степенью пробужденности восприятия иногда его сравнивают с состоянием ожидания но не в традиционном смысле то есть не ожидание когда что-то произойдет со мной в настоящем хотя на самом деле вы не ждете настоящего вы всегда ждете следующий момент это обычное содержание ожиданий мне не нравится настоящий я хочу другой речь идет о совсем ином ожидании подразумевающим высочайшую степень включенности внимания вы целиком здесь целиком настоящий говорят один суфийский мастер известный тем что от него исходила особая тишина и покой на вопрос кто был его наставником ответил кошка я часами наблюдал как она сидела и выжидала что-то в машиной норы так я научился сохранять пробужденное внимание в настоящем никакого нетерпения простое присутствие возле ни единой мысли в кошачьей голове в нужный момент моментальная реакция если у вас получится в течение часа представлять себя кошкой наблюдающей за машиной норой вы тоже окажетесь в настоящем я не призываю вас вернуться назад в состоянии сознания кошки вам нужно переступить за порог возвыситься над мыслью большинство животных пребывает вне мысли от этого у них повышенная связь с бытием гораздо больше чем у большинства людей у животных устойчивая подключенность к источнику жизни вот почему у них меньше проблем чем у человека они живут не обремененные заботами и потому не нуждаются в терапии животные не накапливают в себе чувство несчастья если только не превращаются в невротичных существ от слишком долгого пребывания рядом с человеком от слишком частого рефлекторного переживания состояния своего хозяина в естественной среде вы не встретите невротичного животного состояние подключенности к бытию о котором я сегодня рассказывал легко можно научиться внимательно наблюдая за животными желательно дикими понаблюдайте как грациозное движение кошки как она расслаблена как все время пребывает в настоящем как грациозное движение сама ее поза когда она отдыхает многие художники запечатлели ее в своем творчестве какая гармония исходит от отдыхающей кошки а собаки несмотря на тысячелетнюю историю своего проживания с человеком они сохранили свое психическое здоровье от собак исходят удивительное благополучие жизненность любовь невзирая на то что происходит кругом они радуются жизни готовы праздновать каждый наступающий момент веряя хвостом они как бы благословляют бытие сравните с состоянием человека который завис у себя в голове в своих проблемах он живет в пустыне мертвого мира в своих беспрерывных концептуализациях образах суждениях генерируемых ложным чувством я так приятно наблюдать за игрой собаки все время готовой праздновать жизнь постоянное чувство долгодати выражаемое через свою отдельную форму наблюдая за дикими животными или к примеру за птицами чтобы по-настоящему видеть их нужно перестать стремиться все назвать и всему дать оценочные характеристики о какая прелестная птичка минутку сейчас вспомню как ее зовут в этот момент вы утрачиваете подлинную связь вы больше по-настоящему не смотрите на чудо бытия которое ум тот же хочет пометить как птица или что-нибудь в этом роде чем больше внешних признаков вы ассоциируете с явлением тем более оно умерщвляется но подлинное изучение это бытийствование вместе с явлением наблюдение за ним при одновременном сохранении связи со своим телом как раз то что мы пытались попрактиковать в этом зале вы подключаетесь к настоящему вы чувствуете энергетическое поле целостного бытия и уже оттуда наблюдаете за животным слова не нужны сохраняйте состояние пробужденности повышенной восприимчивости и просто наблюдайте как оно двигается любуйтесь его позами пробужденность внимания птицы проявляется в ее поворотах головой у нее нет никакого образа себя нет проблем с самооценкой нет комплекса неполноценности она просто бытийствует она занята поиском пищи поэтому вертит головой а затем вдруг взлетает она не изображает полет она летит она не раздумывает а стоит ли мне перелететь на ту ветку что будет если я перелечу что если нет она просто делает это потому что так проявляет себя ее целостное бытие оно у нее не блокировано в отличие от человека с его ограниченным маленьким я переживающим поток жизни когда в состоянии безмолвного внимания вы наблюдаете за животным вы обучаетесь чему оно учит пребыванию за границами ума жизни в свободе от мысли потому что мысли животных это отнюдь не концепции и это их сознание и так животное учит состоянию безмыслия превосходное учите если вы открыты но состояние безмыслия в которое входите вы с одной стороны похоже на состояние животного но с другой фундаментально отличается потому что вы перелетаете назад через тысячи лет вы заблудились но сейчас возвращаетесь в свое изначальное состояние приоритета невинной связи с бытием ваше возвращение несет с собой невероятную глубину познания чего лишены животные они еще не расстались со своим природным состоянием но мы успели утратить его и когда вновь обретаем это уже более глубокий уровень пребывания в природном состоянии в некотором смысле в этом состоит суть притчи о блудном сыне сыне который жил в доме отца получил от него огромное состояние промотал его много лет странствовал жил как бродяга попрошайничал даже забыл свое происхождение пока не появился посланник так в наиболее древней версии и не напомнил ему чьим сыном тот является и сын отправляется в путешествие домой вернувшись любовь которую он почувствовал к своему дому была глубже той чем когда он его покидал потому что когда мы возвращаемся к чему-либо мы чувствуем это более глубоко чем прежде так и здесь человек утратил свою связь с природой стал использовать ее только для достижения умом поставленных целей а теперь отдельные люди возвращают свою связь с природой осознает насколько она таинственна когда вы вновь восстанавливаете состояние подключенности к бытию это уже более глубокое состояние чем ваша исходная бессознательная природность вы возвращаетесь обогащенные осознанием таинственности бытия и так животные учат нас состоянию безмыслия но сами они еще до возникновения мысли а вы выходите за область мысли вы пользуетесь мыслью а не она управляет вами вот зачем мы собрались здесь преодолеть потребность воспроизводить мысль порой мысли бывают необходимы но большую часть времени они только мешают мы действительно подошли к переходу на новый виток эволюции когда власть ума будет преодолена мысль будет по-прежнему использоваться как полезный инструмент но они перестанут быть навязчивыми большую часть времени человек будет пребывать в ничем не обусловленном сознании вы будете действовать и воспринимать мир прямо из пространства осознанность а не из состояния умственной активности невероятная трансформация и так просто вот мы находимся в этом зале а ведь здесь зарождается новое состояние сознания без преувеличения события планетарного значения в других местах и в других аудиториях оно возникает тоже пока что достаточно редко но с каждым днем все чаще и чаще этого не покажут ПТВ сегодня вечером хотя какое еще событие может быть более величественным и так вы подключены к энергетическому полю своего тела сохраняйте это состояние ум захочет вернуться он будет стараться чтобы какая-нибудь мысль целиком завладела вашим вниманием попробуй-ка эту мысль напомню ему об этой проблеме на предстоящей неделе ум смотрит удалось ли ему захватить ваше внимание поначалу крохотная мысль быстро разрастается внимание покидает тело и целиком погружается в мысль которая незамедлительно превращается в целый поток одна подводит к другой они расцветают пышным цветом и поначалу крошечная мысль превращается в бурную умственную активность мне следует готовиться к предстоящей неделе а я сижу в этом зале что я тут делаю зачем я пришел сюда чем мне это поможет в моих делах такое вполне может произойти находясь в безмолвии легко заметить как это наступает вот вы уже в водовороте мыслей но проходит минут десять и вы снова возвращаетесь вниманием в тело пребывайте в нем теперь вам знакомо состояние подключенности вы ощущали прилив энергии на протяжении нескольких часов хотя на самом деле не было никаких часов только один непрерывный момент настоящий ваше состояние осознанности повысилось продолжайте практиковать безмолвие пребывая в настоящем сначала в простых ситуациях встретив друга скажите ему хэлло и посмотрите на него некоторое время без всяких суждений это так просто когда вы в контакте со своим телом кто смотрит ваше маленькое я или нечто более величественное чем вы смотрит вашими глазами больше чем вы и все же вы само сознание смотрит энергия необусловленной личности он безмолвен а вы просто воспринимаете другого человека кто воспринимает кто-то ответит никто поскольку нет никого кто бы оценивал и выносил суждений это энергетический процесс постепенно приходит понимание что вы не персона а само сознание когда смотрите на мир как на проявление сознания вы везде воспринимаете невероятную красоту куда вы не направили свой взгляд вы видите как бы себя самого поскольку все вокруг тоже представляет собой сознание проявляющие себя в той или иной форме каждый человек растение планеты солнце в своем самовыражении сознание обретает временные формы когда вы наблюдаете из места которые глубже чем вашу форму сознание смотрит и видит себя потрясающие чувства когда куда бы вы не посмотрели куда бы не пошли вы натыкаетесь на себя только в другой форме я смотрю на цветок и в глубине чувства да это тоже я ваша сущность являет себя в миллионах и миллионах других форм красота скоротечна поскольку цветок через несколько дней завянет но все же красота не отделима от сознания она его внешнее выражение другая форма у наследует ее и будет выражать себя все в том же сознании находясь в настоящем в состоянии безмолвия в других формах вы узнаете себя в этом заключается глубинное значение любви единственная подлинная любовь это распознание в другом самого себя любовь но не в том смысле который вкладывает ум в это понятие окей я должен любить гораздо глубже не цепляющийся любовь и не та которая плачет по увядающей красоте или по исчезновению форм а любовь которая вне конкретной формы любовь которая знает что это не смерть а переход из формы форм это не исчезновение как таковое вы в подключении к вне временному измерению где нет ни рождения ни смерти рождение и смерть и смерть возникает смерть противоположное рождение смерть не противоположна жизни у жизни нет противоположного Жизнь вечна. Жизнь есть само сознание. И так не жизнь и смерть, а рождение и смерть. Даже если другой, он или она, не знает себя как сознание, попавшее в ловушку идентификации с формы, вы все равно распознаете в нем самого себя. Вы смотрите сквозь умственное нагромождение другого человека. Мы говорим не об исключительном состоянии сознания, доступном редким избранникам один на миллион. Теперь подобное встречается у очень большого количества людей. А все начинается с такой простой вещи, как чувствование рук, если можете, то целиком всего тела. И смотрение вокруг себя в состоянии безмыслия, без оценок и не интерпретируя происходящее. Невинное восприятие. Все начинается с этого. Не убегание из настоящего тем или иным способом, а погружение в него все глубже и глубже. И это может стать целью вашей жизни, точно так же, как вы ставите перед собой другие цели. Если вы будете метаться в поиске чего-то другого, рано или поздно окажетесь во фрустрации. Если в поисках своей особой цели жизни будете постоянно вопрошать, в чем цель моей жизни, найдется много посредников, которые подберут ее для вас. На индивидуальном уровне она может и устроить вас, но есть более глубокая цель всякой жизни. Трансформация сознания. Цель самого универсума. Он хочет проявляться, и это происходит сейчас. Вот ваша цель. Чтобы сознание могло полноценно являть себя посредством вашей формы. Тогда ваша личная цель станет частным случаем, в котором более общая цель найдет для себя новый путь воплощения. Необусловленное сознание может реализовать себя в вашей личной цели и невероятно обогатить ее, наполнить жизненной энергией. Кем бы вы ни были, бизнесменом, парикмахером, сборщиком мусора в парке, без разницы. Новое сознание может реализоваться в любой активность, во что угодно. Личная цель по-прежнему почитается, но становится частью более могучего целого, проявлением цели универсума. Невероятная новизна входит в жизнь. Может случиться, что и обстоятельства вашей жизни поменяются кардинально. Такое возможно. Или может возникнуть совершенно новое понимание того, чем вы занимались все это время. Качество ваших действий изменится необычайно. Допустим, вы парикмахер и обрели новое состояние сознания. Оно проявляет себя посредством вас. Вы все более и более укореняетесь в настоящее. Все, кто будет приходить, будут встречаться с вами как с новым типом сознания. Каждого вы будете принимать в состоянии открытости, без предварительного оценивания. В дальнейшем люди полюбят приходить к вам. Оставим пока в стороне ваши профессиональные качества и априори будем считать, что они высокого уровня. Даже если до этого вы были неважным мастером, вы скоро станете им, поскольку в свои действия стали привносить измерения пребывания в настоящем. До этого вы были никудышным работником только от того, что недостаточно присутствовали в настоящем. Больше настоящего – выше качество, чем бы вы ни занимались. Во внешнем мире все, что бы вы ни делали, является выражением вашего сознания. Чем более вы в настоящем, то есть чем менее ум доминирует, тем выше качество того, что вы делаете. И так вы не только станете лучшим парикмахером, но люди начнут переходить, чтобы просто побыть в вашем обществе, оказаться в вашем энергетическом поле. Если же вы бизнесмен и постоянно озабочены, где достать одно, как продать другое, почему ваши дела недавно шли хорошо, а потом вдруг начались неудачи, все это отойдет на второй план. Вы постоянно будете накапливать в себе энергию за счет пребывания в настоящем. Могущественная энергия станет изливаться через вас в то, чем вы занимаетесь. Вы начнете делать все предельно внимательно и заботливо. Это совсем другая энергия, чем энергия умственного беспокойства, вроде «мне нужно достичь того-то и того-то в будущем». озабоченность самореализации, боязнь не успеть занять позицию в бизнесе, стремление найти себя, быть собой. Человек надеется, что если все время будет на взводе, то когда-нибудь достигнет своей цели. Такая восстановка генерирует много энергии, но в своей сути это страдание, напряжение, стресс, беспокойство. Так функционирует большая часть мира бизнеса, но так не должно быть. Когда вы пребываете в настоящем, колоссальные потоки идут через вас, но это другое качество энергии, чем в состоянии схваченности умом. Деловые партнеры в вашем присутствии начнут чувствовать себя комфортно, более свободно. Окружающие начнут замечать, что от вас исходит добро. Вы перестанете быть озабоченными результатом, потому что настоящее и так полно само в себе. Все хорошо, всего достаточно. Уже достигнута полнота жизни. Удивительным образом рассвобождается любое ваше действие в мире, где все скованы стремлением приобретения. Я должен достичь то, я не должен потерять это. Это больше не влияет на вас. В новом состоянии сознания вы как бы оказываетесь в состоянии игры. Мощная энергия идет через вас, но вы в состоянии игры с миром форм. Вы понимаете, что весь мир форм – увлекательная игра. Вы больше не зависите от того, что одни формы жизни приходят, другие уходят. Игра форм. Активное поведение доставляет удовольствие. Невинное чувство свободы от того, что вы делаете. Вы выполняете свою работу со всей тщательностью, с полным вниманием, но при этом вы играете. Возможно, и наступит один прекрасный день, когда все люди станут жить таким образом. Но когда-то надо начать. Если не прямо сейчас, этот день не наступит никогда. Некоторые уже начали так жить. Возникло новое состояние сознания. Ум не может согласиться с тем, как будет выглядеть мир, если все начнут жить в новом состоянии сознания. Трудно себе вообразить, как изменится сотворенный человеком мир, привычные формы бизнеса, сферы политики и прочее. Если улететь с Земли, а через тысячу лет вернуться к новым людям, живущим в новом состоянии сознания, уверен, что вы бы оказались на чудесной планете. Очень красивой и удивительной. Некое воплощение рая на Земле. Невероятно. Красота. Гармония. Формы по-прежнему будут возникать и исчезать, но это будет уже несущественно. Однако, если вы вернетесь на Землю в старом состоянии сознания и окунетесь в воплощенные формы нового сознания, жизнь покажется невыносимой. Если бы вы вознеслись в рай в прежнем состоянии сознания, он бы вам показался адом. Здесь невыносимо. Нет никаких развлечений в том виде, к которому вы привыкли. По ТВ вообще смотреть нечего, потому что старый сорт информации больше не нужен. Ум почувствует себя не в своей тарелке. Через некоторое время вы взмолитесь «спасите меня отсюда», если вы в новом мире окажетесь в старом состоянии сознания. Возможно, кто-то уже переживает похожее, сидя сейчас в этом зале. Я много говорил о состоянии присутствия в настоящем. В начале беседы вы вошли в момент времени под названием «Настоящее», и сейчас, два часа спустя, вы по-прежнему в настоящем моменте времени. Странно говорить такое, но в своем существе это все тот же момент. Однако то, что возникает в нем, меняется. В нашем случае незначительно, поскольку то, что мы здесь делаем, уходит своими корнями в измерение, где отсутствует время. Один из неизменных фактов нашей жизни, неважно, что при этом происходит, это настоящий момент времени. В опыте, разворачивающемся во времени, один феномен остается неизменным. Настоящий момент времени. Он всегда только настоящий момент времени. Но что есть настоящее? Состояние осознавания бытия. То поле, на котором и из которого все происходящее возникает. Состояние, стоящее за всем поле сознания. Ничем не обусловленное, чистое бытие, глубоко безмолвное, наполненное жизненностью. С точки зрения ума, ничто, но при этом полнота самой жизни. Все феномены проистекают отсюда. Само сознание, прежде чем что-либо произойдет в нем. Непрерывный, вневременной фактор в каждом опыте – сознание. И это вы. Бытие является вневременным фактором любого жизненного опыта. Порой кажется, что за жизнь происходит много перемен. Некоторые люди говорят о фантастических трансформациях, как если бы они прожили несколько инкарнаций себя в течение одной жизни. Иногда действительно изменения очень разительны. Но, вглядываясь в глубину, за всем многообразием стоит ощущение бытия. И когда вам было шесть лет, и когда стало восемьдесят пять, в глубине одно и то же переживание бытия, внутри которого все это происходит. Чувствование бытия – фундаментальное, единственное реальное, с которым следует идентифицировать себя. Оно никуда не исчезает, чтобы не произошло. Оно вневременно. Само бытие. Осознайте себя как бытие. Свобода от форм. От «я». Вы пробуждены, внимательны. Присутствуете в настоящем. Какая тишина остановилась в зале. Используйте ее. Осознайте ее. Она продлится недолго. И при этом она всегда здесь. Даже если станет шумно. Шум как бы накроет ее, но тишина останется. Настройтесь на восприятие тишины. И вы точность окажетесь в состоянии безмолвия. У себя внутри. В глубине существа. Моментально вы выйдете из захвата умом. Простое слушание тишины способно освободить от ума. Поскольку слышать тишину умом невозможно. Только что я упоминал о животных, как об учителях. Они могут научить жить без ума. Но не только животные. Тишина тоже великий учитель. Тишина. 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 Тем громче ум в своем сопротивлении. Тем громче. Тишина. 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 Тишину. метафора чтобы вы могли представить о чем я говорю я просто указываю на это состояние тишина наполнена энергией иногда говорят тишиной говорит бог все звуки как плохой перевод с языка тишины она ведет гораздо глубже чем слова беспредельная мощь внутри и снаружи при этом разумность сама жизнь звучит странно но так оно и есть безмолвие всегда здесь если оно не здесь то это вы отключились от него она и внутри и снаружи энергетическое поле тела тоже безмолвно но при этом она живой и только в уме беспрерывный шум многополосного шоссе внутреннюю тишину я называю безмолвы очень полезно использовать внешнюю тишину как учителя особенно тишину природы через какое-то время эти помощники вам будут не нужны поскольку куда вы ни шли внутренняя тишина уже там даже посреди шумной городской улице в глубине безмолвие но пока основательно не укоренитесь во внутреннем безмолвии очень полезно учиться внешней тишины она единственный учитель который вам нужен и он у вас уже есть не волнуйтесь если не удастся прочитать ту или иную книгу наставлений если вы что-то не посмотрели не прошли какие-нибудь курс достаточно внимательно слушать тишину где только возможно вот и все новое состояние сознание будет сама воспроизводиться снова и снова он периодически будет вмешиваться но и пусть все нормально вчера вечером я уже упоминал об очень глубоком утверждении из библии пребывая в безмолвии и знай ты бог оставайтесь в контакте с вашим телом так долго как сможете во время обеда общаясь друг с другом слушайте из пространства тишины просто слушайте и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране